Привет! Слушай, я посмотрела твой файл. Смотри, у меня почему-то он некорректно открывается, я не могу здесь особо работать с цветами заливок, поэтому что я сделала? Я взяла то, что я отрисовала, скопировала в другой документ. Ну, то есть то же самое, твой же эскиз, просто скопированный в документ. Вот я его еще увеличила немножко, потому что я рисую обычно на стандартном формате А4 и люблю, когда эскиз приблизительно в размере А4. Это мое личное предпочтение, можно рисовать и по-другому. Значит, смотри, то, что ты мучилась, вот эта заливка, сеточка, не сеточка, ее можно делать легко, просто и быстро, и для этого нужно просто создать заливку. У тебя есть блок по заливкам, ты сможешь дальше с этим работать. То есть там мы объясняем, я рассказываю, детально показываю, будешь уметь все это делать. Сейчас просто покажу, как это делается. Если вдруг не запомнишь, там вот все отработаем. Значит, вот так делать не надо. Вот так делать не надо. Нам нужен один кусочек. Сейчас мы его заберем оттуда. Всего одна штучка. Вот, все, остальное не нужно. Нужна такая густая сетка, я правильно понимаю, если. Вот этот кусочек есть, я могу даже его сохранить по размеру. Теперь я приближаю. Ну и что, и нам нужно сделать вот такую сетку, правильно? Соответственно, можно сделать автоматически, можно сделать руками. Вот как делать руками, посмотришь, а как делать автоматически, сейчас покажу, очень просто. Берешь эту звездочку, а, у тебя же предыдущая версия, у тебя более старая версия, у тебя не получится. Тогда давай автоматически покажу. Берешь эту звездочку, с шифтом ее в сторону отодвигаешь. Надо только посмотреть, чтобы расстояние было правильное. Ну вот, у тебя там оно небольшое, вот так небольшое и сделаем. И еще две копируем вниз. Вот они у нас получились. Вот она, по сути, уже такая кусочек сетки. Так, ну если нужно поплотнее, да, их поставить. И вот так. Еще приближаем, чтобы получше было видно, что у нас тут происходит. Так, вот. Теперь от центров вот этих звездочек берем инструмент прямоугольник и прямо вот по этим центрам ставим точки. Обязательно смотри, у тебя должно получиться вот здесь по центру этих усиков, здесь. То есть мы выбрали рапорт. Вот эта часть у нас будет рапортоваться. Правой кнопочкой мыши монтаж на задний план. То есть вот этот прямоугольник или квадратик, который у нас получился, мы должны с тобой поместить назад. Все, поместили. Теперь все вместе выбираем и тянем в образцы. Заливка создалась. Смотри, как она сейчас себя будет вести. Сейчас подальше покажу просто. Вот, создаю прямоугольничек, да, и делаю эту заливку. Практически то же самое. Здесь есть настройка поворота. Вуаля! Как говорится. Можно рапортом подергать, подвигать, но смысл очень похожий. Вот он как бы у тебя встал так, как тебе нужно. И уже этой сеткой ты можешь спокойно, берешь дополнительный объект, надо второй объект создать будет, поверх него накладываешь заливку и помещаешь. Это все занимает буквально минимальное время. Размер можно варьировать, можно увеличивать, можно менять наклон. Это все делается. Вот здесь вот есть эти функции. Как это делать в курсе есть. Вот прям детально там много. Я показываю все способы, которыми это можно все делать. Просто сейчас для понимания. Вот. У тебя получилась заливка. Соответственно, смотри, сколько я на это потратила времени. И теперь я могу этой же сеткой заливать любые другие детали. Ну, например, залить основу. Я только дубль создам. На дубле. И вот можно прям взять пипеточку и пипеточкой отсюда переснять. Вот у тебя все залилось. Это делается очень быстро, автоматически. Ни в коем случае не надо это вот так вот разделывать. Если пока тяжеловато, пройди вот те части, которые есть, по заливкам. Она у тебя включена. И по эскизам. Там я показываю приемы, которые тебе облегчают жизнь. И тебе будет намного быстрее и проще это делать. Поэтому не отчаивайся. Все хорошо. Лучше задавай вопросы. Не мучайся. Не надо это все руками делать. Здесь есть автоматизации, которые это все ускоряют. И то же самое, что ты говоришь там, вот эти штучки. Их не нужно будет выкладывать. Нужно будет просто нарисовать рапорт. Его размножить. Как делать рапорты? Показываю все способы. Как делать повороты? Как делать их вот эти вот верчения и кручения? Все-все-все-все-все там есть. Ты это все изучишь. Пока просто показала, чтобы ты не отчаивалась. Добро? Молодец. Нарисовала уже хорошо. Уже это как бы рабочий материал. Надо просто немножечко его подшаманить. И все будет прекрасно.